Добрый день! Ну что, господа, проблемы, оказывается, случаются не только у тех, кто берет кредиты, но еще и у тех, кто их выдает. Сегодня мы говорим про банки, которые попали под санкции. И как это отразится на жизни наших казахстанцев. Поехали! Все началось с того, что в конце апреля большое количество наших казахстанцев не досчитали своих денег на картах Народного банка. Все это связано с тем, что у них произошли проблемы с международной платежной системой Мастеркард Халыкбанк. Ну вот представьте ситуацию. Вам сейчас вот перечислили сумму денежных средств, ваших денег. Вы их, естественно, тратите на свои нужды, а через некоторое время узнаете, что ваша карта в минусе. То есть все, что вы получили, обратно банк забрал. Больше 5000 транзакций по переводу денег между счетами Альфа-банка и Халыкбанка оказались вне системы. Тысячи потребителей финансовых услуг не досчитали своих денег на картах. Самая главная причина, почему такая ситуация вообще сложилась, и почему наши казахстанцы столкнулись с этой проблемой, связана с отключением Альфа-банка от международных платежных систем. Из-за, естественно, российских санкций. Такая ситуация сложилась в конце апреля, в период отключения Альфа-банка от международных платежных систем, из-за антироссийских санкций. Вообще эти санкции в отношении Альфа-банка, они вступили в силу с 6 мая. Но банк оперативно был продан казахстанскому БЦК. И полная смена акционера позволяет исключить банк из санкционного списка. Казахстанский банк-центр кредит завершил сделку по приобретению 100% акции дочки Альфа-банка в Казахстане. После перерегистрации Альфа-банк Казахстан будет работать под новым брендом Экобанк. Сделка была профинансирована из собственных средств БЦК. Ее сумма не уточняется. Все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов. В то же время председатель агентства по регулированию развития финансового рынка Альфа-балкосымова сообщила, что теперь с Альфа-банк можно будет снять санкционные ограничения. По ее данным, в трех российских банках, такие как Сбер, ВТБ, Альфа, попавших под санкции, заморожены деньги наших казахстанцев на сумму порядка 3 миллиардов тенге. И что в итоге? Если по Альфа-банку ситуация более-менее у нас понятна, то вот по Сбер и ВТБ пока не ясно. Известно, что сейчас они получают предложения от инвесторов из различных стран, включая Казахстан, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Но сейчас большинство нашего населения волнует вопрос, что будет с клиентами, которые получали кредит в этих российских банках. Сейчас известно, что между Халык-банком и Сбербанком подписано соглашение, в рамках которого по договору ЦСИ Халык-банк выкупил часть кредитов. Сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования, части беззалоговых кредитов, займы на неотложные нужды и ипотечные. На данный момент нам поступает очень много вопросов. Можно ли из-за вот этих вот санкций, реструктуризации, поглощений и иных сделок пока не платить кредит? Вот сейчас отвечаем. Платить все равно придется. Это условия вашего договора. А во время покупки или смены собственника кредитного портфеля, грубо говоря, не меняют условия вашего основного договора. Все его условия остаются для вас прежними. Вот говоря простыми словами, если вы платили в Сбербанк, то точно так же придется платить в Халык-банк. Но только после официального вашего уведомления. И будьте, пожалуйста, осторожны и бдительны со всякими дополнительными соглашениями. Изучайте их содержимое, проверяйте с нынешними условиями, с прежними условиями. Потому как именно подписанием вот таких вот новых соглашений вы принимаете на себя новые обязательства. На этом все, друзья. Следим за этой ситуацией с банками. И здесь, конечно, не могу не выразить свое оценочное суждение. Лучше сейчас работать с банками, которые не смешиваются с сомнительными санкционными продуктами. Думаю, что в США и Европе точно не дураки сидят. Мало ли, что вдруг вот эти вот обходы по-казахски нам аукнутся. Санкции – это же не игрушки. 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 Санкции – это же не игрушки.